Плавные изгибы, жесты, пальцы и запястья. В сети изображения часть крупномасштабного авторского проекта, воображаемый музеем Михаила Шемякина, антология форм. Тема выставки, рука, пожалуй, один из самых популярных образов истории мировой культуры. Это и живопись, это и графика, и реклама, и различные фотографии. То есть тут можно найти какие-то документальные снимки и вырезки из газет и журналов. То есть это такая кропотливая работа, которую он начал еще около 40 лет назад. Рука – это символ и власти, и символ созидания, и символ труда. Первые изображения руки датируются временем до нашей эры. Образно говоря, это первая подпись человека. Материалы выставки показывают, как при помощи кисти разрабатывали систему обучения арифметики, музыки, календарь, не говоря уже о том, что при помощи руки можно предсказать будущее или просто рассказать о человеке. Добрый день. По вашему рукопожатию я могу сказать, что вы готовы к открытому честному диалогу по положению вашей руки. Психолог Денис Макархин утверждает, по рукам человека легко нарисовать его психологический портрет и даже определить физическое здоровье, которое, по словам эксперта, начинается с ладоней. А угадать профессию проще простого. Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач. Жесты, рассказывает Денис, отличный инструмент невербального общения. При помощи него можно понять намерения собеседника. В виде руки человека, в том числе, мы видим определенные индикаторы. Это как датчики сигнализации, которые могут нам маячить и подсказывать нам какой-то путь. А дальше только общение. Даже когда вы пожимаете человеку руку, вы уже можете очень много о нем рассказать. Например, комфортно ли вам будет с ним общаться дальше или нет. А вот графический дизайнер Мария Амбражей по этой части человеческого тела может рассказать о людях больше, чем по лицу. Наверное, по этой причине нарисовать руки, рассказывает художница, сложнее всего. Не только из-за огромного количества костей и суставов. Ведь кисти имеют свое настроение и живут особой жизнью. Как у лица человека есть характер, так и у рук есть характер. Пальцы и руки могут быть вытянутыми, изящными. К слову, Мария – участница конкурса, который является частью выставки «Рука в искусстве». Уже с 17 ноября калининградцы вполне вероятно смогут увидеть и ее работу в числе картин других молодых художников. Выставочное произведение отберет сам Михаил Шемякин. Заявки на конкурс принимаются до 20 октября. Сама же экспозиция доступна для зрителей до 5 декабря. Нина Чешкова, Михаил Альбаум, Служба новостей ГОМ.